Ну хорошо, судьба самого пригожна, понимаешь? Он же ведь вероотступник, он его сам назвал предателем. Публично не бывает так, что ты назвал предателем человека, а для Путина это самое страшное. Враг хер с ним, с врагом можно воевать, предателем нужно кончать. И в данном случае как-то вот выглядит так, и многие так оценивают, что ну это какая-то игра, они там что-то договорились, а если бы он был вообще совсем конченый, так его бы сразу убили. Вот вопрос, а что его сразу не убивает раз? Второе, а можно ли предположить, как сказал Байден, он должен осторожно есть пищу, ну это старик так пошутил, кто-то там пошутил, что ему вообще лучше как бы совсем куда-то как-то аннигилироваться. Но смысл все сводится к тому, что этот товарищ слишком много знает, и от него рано или поздно избавится. Тем более, что он сейчас молчит, ты заметь, что он вообще не выступает, он нигде не комментирует. Понимаете, что это условия сделки, что ты помалкивай, идиот. Но спасет ли это его? Вот о чем, лично его, лично Пригожин. Чувака Вагнер, все ясно. Вот что с Пригожином? Ну, очевидно, вот та хорошая, интересная фотография, которую вы поставили здесь в заставке, она очень красноречиво говорит, какое к нему теперь отношение внутри Чувака Вагнера. То есть, по сути дела, его отдали к ним туда на поруки, или там как под домашний арест, под палаточный арест, чтобы он был под контролем. И держат его ровно до той поры, пока не решат вопросы с переоформлением активов в Африке, и с передачей Министерства обороны, и подразделениям, которые под Кремлем, соответственно, африканские активы. Речь идет о десятках миллиардов долларов и евро. Интересы, геополитика и так далее. Поэтому здесь есть два фактора. Первое, на мой взгляд, это как раз передел, перераспределение очень серьезных финансов на африканском континенте. Там действительно Чувака Вагнер и Пригожин с использованием тяжелого вооружения, в том числе вертолетов, самолетов, которые Министерство обороны предоставляло, они занимали какую-то определенную позицию, в целом ряде стран играли определенную роль. Вот это идет. И, во-вторых, нужно понимать, что 10 лет подряд, более 10 лет подряд, Евгений Пригожин выполнял различные негласные, секретные, личные поручения Владимира Путина. Какие, мы можем только предполагать, догадываться. Судя по тому, что мы сейчас знаем об этом, речь идет, конечно, о незаконных услугах и по убийствам, и по похищениям, и так далее. Ну и денежки, там, и активы размещают. Вот все говорят, да какой он компромат может знать. Ну и, ребята, дорогие, Пригожин получал официально, это во всех западных изданиях, из Африки только получал доходов за год около 300 миллионов долларов, 300-350. От месторождений, там, от активов и так далее. Слушайте, значит, инвестиции составляли куда больше, прямо скажем, если он умудрялся это все получать. А сколько там денег спрятано? А сколько, значит, людей убиты действительно? Вот конкретная история с убийством Джимали, сына Джимали, Арханда Джимали, моего приятеля, в Центральной Африканской Республике. Оставшаяся совершенно туманная эта история. Естественно, его убил Папагаманде Пригожно, в этом нет никаких сомнений. Но спрашивают, какие секреты? Ну, какие секреты он был его поваром? Понимаете? Ну, как, он не только про Путина, он вообще про гигантское число людей, много чего знает и много чего собирал для этого. Поэтому тоже хороший вопрос. Я бы только, знаешь, как... Я бы не говорил, что он повар. Он был его топором или его кувалдой, потому что... Да, изначально. Изначально он шеф-поваром работал в ресторане, значит, старая таможня. Да, ну, ты сам прекрасно знаешь, что все эти рестораны, связанные с ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленову... Конечно. Как они сотрудничали? Сколько там микрофонов было в вазочках? Сто процентов. В столах вкручено. Сколько он помогал там московских проверяющих, приезжих и местных из администрации там ставить на прослушки и помогать ФСБшникам собирать на них компромат. Он занимался этой агентурной работой на спецслужбу больше 20 лет. И действительно он смог собрать, значительный объем компромата. Поэтому вот как раз те, кто пытаются демонизировать фигуру Путина как такого всевластного, и вот ты только его там предашь, и тут же тебе завтра, значит, трусы новичком там, значит, и полоний тебе там в чай подсыпят. Ну, время прошло. Путин реально ослаб. Его фигура, нет, нет, он совсем не тот, кем был еще там 10 лет назад. И вокруг него на самом деле все меньше и меньше людей лояльных. Очень многие понимают, что он наломал такое количество дров и столько совершил всего. В конце концов на него ордер Международный уголовный суд выдал. То есть, в любом случае, это фигура, работая с которой сейчас ты пачкаешься. И многие от него дистанцируются. Поэтому он не так быстро может разобраться сегодня с Пригожным или с кем-то еще, и с предателем, как это делал. То есть, он стал слабее, и поэтому он не может одномоментно разобраться, поскольку будут последствия. Три фактора. Слабее. Не наломав дров, не потеряв активы, перераспределить все это дело в Африке. И в-третьих, конечно, они сейчас ищут, где Пригожин хранит вот тот самый компромат. Потому что мы точно знаем несколько людей из офиса Пригожина, которые с ним очень близко работали, в том числе в рамках политтехнологов, пиарщиков и фабрики троллей. Они рассказали, что то видео, которое вышло буквально там меньше, чем за сутки до начала мятежа, в котором он там говорит, что Россия управляет олигархический клан, что война была начата совсем не из-за тех целей, которые Путин объявлял, что на протяжении более 8 лет руководители администрации, президенты, генералы ФСБ рубили бабло и на востоке Украины, и по Сирии и так далее, что это было не для России сделано, а для олигархов и для путинского окружения. У этого видео это только первая часть. И Пригожин записывал еще две версии второй части. Одна помягче, а другая совсем разгром и полностью весь расклад. В том числе и по поводу того, что на самом деле происходило, начиная с весны 2014 года на востоке Украины. Потому что он как раз, Суткиным, они прямые участники того, что там творилось вместе с Бородаем, вместе с Сурковым, как они зачищали местное население, как они устраивали по чужим флагам всякие диверсии, провокации для того, чтобы настроить жителей Донецкой, Луганской области против Киева, против Украины и поддерживать там сепаратистские настроения, как они там зачищали, буквально, в прямом смысле слова, и убивали целый ряд так называемых полевых командиров и комбатов, которые хотели какой-то самостоятельности, но точно не готовы были встраиваться в эту иерархию под Суркову, под администрацию президента и под Путина, и о чем-то там думали там коммунистическом и так далее. То есть, если они сейчас это бы все выбрали... Ну, там вот этот вот Бедников, Беднов, по-моему, его звали, которого вот они точно, это они его ебнули. Там немало подобных персонажей было 14-15 год, там буквально конец 14-го, начало 15-го, там целый ряд таких громких были убийств, которые были преподнесены как якобы то, что это там действует там ВСУ либо СБУ, а на самом деле это они зачищали для того, чтобы полностью выстроить там с контролью вот эту иерархию пирамидальную там с Плотницким, с Бородаем, замкнутые на Суркова, которые в доску Сурковско-Путинские и так далее. Поэтому они как раз здесь, они его киллер, они его там топоры, кувалды, и, конечно, если они заговорят и в полном объеме все это сейчас вывалят, но тогда огромное количество людей на востоке Украины откроет глаза и поймет, где на самом деле настоящие были враги начиная с 14-го года, которых они воспринимали как якобы союзников, друзей, небратьев и так далее. Вот здесь о чем идет речь. И, конечно, Путин хочет как раз и активы забрать, потому что он не один в этой жизни, вокруг него там Ротенберги, Ковальчуки, Тимченки, Патрушевы, Бортниковы, которым тоже хочется кушать и которым хочется это все, конечно же, забрать. А что касается самого Пригожина и его активов, сейчас прорабатываются два варианта изъятия у него всего этого. И у него, и у Уткина. И Фейсбэй, конечно, сейчас взяло полностью там за жабры, они их контролируют, их финансы. И если раньше тот же самый там служба экономической безопасности Фейсбэй приказывала банкам под нулевую процентную ставку давать Пригожную возможность обналичивать похищенное из бюджета для того, чтобы переводить это все в кэш и платить наемникам, сейчас в обратную сторону те же самые Фейсбэшники сделают все, чтобы вот эта вот финансовая казалось бы империя Пригожна, она сейчас будет складываться как карточный домик, и активы будут перераспределяться между теми игроками, которые в этой истории как раз стояли за кадром и давали всему этому совершиться. Ты очень правильно сказал, что мы еще осенью 2022 года здесь с тобой на огромное количество людей, на аудиторию говорили об этом заговоре, говорили о том, что внутри ЧВК Вагна они действительно готовятся к возможному государственному перевороту, к тому, что они опрашивают в порядке ротации вернувшихся из Сирии и из Африки о их готовности подписать контракт впервые, подписать контракт на их работу, наемничество внутри России и на применение минометов и пулеметов в Москве, в московском регионе. Мы об этом говорили еще осенью, и конечно и ФСБ это прекрасно понимали, и ФСО почему они это все допустили, ну очевидно, что за кадром передел сфер влияния и им нужно было дать возможность реализоваться пригожную с тем, чтобы потом показать наглядно, кто на самолетиках от Путина быстро улетел в те дни начинающиеся, казавшиеся смуты, а кто остался рядом. Вот соответственно сейчас идет такая перестройка, как вот когда голосование есть в Евровидении, вот эти страны все время, вот так сейчас кто-то улетает вниз, аутсайдеры, а кто-то наоборот чьи-то акции таких как Патрушева, Бортникова и так далее, они сейчас там и Золотова, они сейчас туда наверх стремятся в этой вертикали, и значит будет и в их сторону перераспределение существенных активов. Но опять же пока все это окончательно не закончится, потому что вся эта история у них в целом дышит наладанную систему. Я просто добавлю для понимания, поскольку мы важные вопросы затрагиваем, поскольку еще раз повторяю, многие совершенно неверно оценивают ситуацию, начинают думать о каком-то самостоятельном политическом качестве Пригожно. На этом они ошибались, когда события разворачивались 24-24 июня, слишком закладывались. Я вот провел два эфира в ход этих событий, там как бы получилось в день, утром я провел, и на следующий день, когда все уже закончится. Я предупреждал, что вы не ждите от Пригожно никакого успеха. Это человек безидейный, это человек без бэкграунда, который необходим для такого мятежника. Это вам не Штауфенберг, который встал и до здраста великой Германии расстреляли. Этого не будет. И важно понять, что он действительно носитель информации. А вот представьте, вот реконструируете такой ситуацию, почему его не захотят оставлять в живых. В чем, собственно, мотивация его все-таки устранить. Завтра возьмут и украинцы или им сочувствующие возьмут, выкрутут его и отвезут в подвал СБУ. Вы представляете, вот такой человек, который был при Путине, выйдет и скажет, да, Путин педофил. Он выйдет и скажет на экран, неважно, правда это, неправда это, но ты представляешь, как бы его, ты же видел, ему руки целовали в Ростове. То есть он даже как элемент, не просто как носитель информации, а как элемент пропагандистской войны, он важнейший ее неотъемлемые элементы. Путин не может допустить, чтобы он остался в живых и мало ли что с ним произойдет. Сейчас, в какой-то момент или там он сам вдруг дернется и побежит через границу. Ну мы не знаем, человек, да, давайте мы как украинцам мы идем, хоть повинимся там, что, ну расстреляют, глядишь, не четвертуют же там, не изнасилуют перед смертью. Ну что-нибудь такое, да? Вот, кувалдой. А поэтому, конечно, такого человека оставлять никто не может, потому что он как бы может стать элементом такого глобального масштабничного ИПСО, когда он говорит, да, и этих завалил он, и все, и сам он такой, и это такой. Они его не могут оставить, повторяю, потому что неважно, что он будет говорить. Но если он окажется под чьим-то давлением в чьих-то руках, это станет мощнейший рупор, да, значит, определенной деформации, определенного охаивания всего, что есть. Ему даже помогать не надо было, он интервью эти делал, сам выступал, это говорил. А уж если под давлением такое запоет, петухом запоет, вот о чем речь. А люди не понимают этого, какая над ним угроза, и говорят, что ну нет, это как бы они могут договориться. Он не равный Путину, он не может договориться с Путиным. Это по-другому все реконструируется. Ну хорошо, давай тогда дальше. Двинемся на семьдесят с половиной тысяч. Смотрят... Марки, ты позволишь ли? Я бы сейчас подвалов СБУ я бы хотел только одно сказать, что я не исключаю, что через какое-то время, если у Пригожина все получится, он окажется в очень комфортной и безопасной камере в Гаге. Да, ну там пыж, 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 гарантировать ему как минимум неприкосновенности. Никто его там не будет там шваброй и кипятильником пытать. В то же самое время сейчас то, как российская пропаганда начала... Знаешь, я в какой-то мере я просто понял, что нам теперь ничего не нужно делать по этой части. То есть, если раньше для нас была цель по кирпичику разобрать эту теоретическую организацию, показав всем ее нутро, то теперь, в принципе, в этой части я смотрю, что Роспропаганда сейчас работает даже в чем-то профессиональнее и лучше и эффективнее нас. Мы были первыми и мы это вывели тему на орбиту. А они просто, видимо, сейчас отсматривают эфиры Марка Фейкина, Владимира Осечкина и прикладывают к этому какие-то картинки с обысков, фотографий, медальки, какую-то гигантскую кувалду и так далее и едут по нему. И в какой-то определенный момент я тебя уверяю, что не Пригожин, так кто-то из его там командиров ближайшего окружения, они сто процентов убегут и они запросят иммунитет и какую-то комфортную камеру в ГАГе на какой-то определенный срок в обмен на показания. То есть они будут давать показания, невозможно их всех единый момент новичком или полунием или что-то с ними сделать. Поэтому здесь у этого сериала продолжения, конечно же, будут. Субтитры подогнал «Симон»